МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актуальный вопрос. Как пройти в библиотеку? В Расторгуеве найти библиотеку не так-то просто, но тем, кому все-таки посчастливилось, открывается удивительный мир. Меня зовут Галина Житкова, и сегодня я попробую в него заглянуть. Яркий, теплый, нарядный калейдоскоп картин с порога встречают посетители Расторгуевской библиотеки. Ощущение, что попал на настоящий вернисаж, не оставляет даже самого опытного поклонника живописи. На полотнах Алексея Сурина удивительные пейзажи лета, любимого времени года художника. Летом тепло и светло, потому что летом есть солнечные зайчики, летом есть какие-то блики, рефлексы, потому что лето – это дарит нам голубое небо, а зимой мы там видим месяцев 8-9, сколько такое свинцовое небо, да. А летом – это праздник, это радость, это пространство, воздух. Это красиво. Воздушные розы, полевые травы, натюрморт с оливками – воплощение чувства и впечатлений художника посредством визуального искусства. Начинается все, наверное, с вдохновения. Для этого нужно создать условия, оставить художника какое-то время в покое от домашних дел, чтобы он сумел настроиться. Алексей Сурин рисовал еще со школы, потом окончил заочный Народный университет искусств, но профессионально заниматься живописью какое-то время не получалось. Вернулся к написанию полотен в 2016-м. Он выбирает холсты и краски сам. То есть я какое-то время вначале ему все это дарила на праздники и прочее. То есть у нас была такая семейная традиция. Потом он начал сам это все выбирать. И был очень мне благодарен за то, что я ему дала такой, как по его словам, толчок к этому, подарив ему мольберт на День влюбленных. Для поклонников живописи каждая выставка в Расторговской библиотеке – это открытие. Читатели с нетерпением ждут очередных встреч с художниками. К обсуждению полотен подключаются все. Прекрасное оно же и для любых глаз. Такого же нет, что… Ну, здесь, конечно, нет каких-то игрушечных штучек всяких разных. Но при этом почему бы ребенка не посмотреть? У меня, например, маленький сын младший радостно смотрит и разбирается во всем этом. Ему это нравится. Мне очень нравится «Герания». Вот здесь вот она присутствует. Эта картина он нарисовал ее в пандемию, когда как раз был март, и вот на окне стояли фиалки, герания, и все было такое яркое. Мне она очень нравится. Он мне ее подарил. Да. Так что у меня теперь есть своя картина. Еще он нарисовал мой портрет, чем я тоже очень горжусь. Саша и Петя Николаевы рисованием занимаются сравнительно недавно, но уже имеют свою маленькую галерею работ. Сейчас изучают хохломскую роспись. Во-первых, она только на красном, желтом, зеленом или черном фоне. Во-вторых, в хохломе нужно заполнить большую часть фона. По крайней мере, постараться. В деревню мы скоро поедем. У нас там стена есть, и мы хотим ее разрисовать под эту роспись. Мы разрисовали печку, ну, в одну сторону, под городец. Творческие способности и интерес к народным промыслам в семье передаются по наследству. Младшее поколение упорно стремится постичь тонкости художественных росписей под руководством профессионала. Я помню, что в моем детстве старую печку мама расписывала под городецкую роспись. Ну, как бы, в своем представлении. Это была не совсем городецкая роспись, но что-то. И у меня остались очень теплые воспоминания об этом. И эти воспоминания, они как-то и увлекли и детей, и Татьяна Сергеевна это как бы тоже подхватило, и это увлечение. И дети сейчас расписали печку гораздо более профессионально, чем это делала когда-то моя мама. Занятия с юными художниками проводит заведующая библиотекой Татьяна Пономарева, которая более 20 лет отработала учителем рисования в школе. С ней же многодетная мама Анна Кривобок решила посоветоваться, как расписать печь так, чтобы копоть не портила, а только добавляла антуража. Скамейки в Расторговском парке комфортные и удобные, но здесь редко можно встретить представителей старшего поколения. Женщины после 50-ти предпочитают не отдыхать на природе, а весело и активно проводить время вместе с подругами в клубе «Золотой возраст». Женщинам всегда есть о чем поговорить и что обсудить. Встреч в библиотеке ждут и даже заранее готовятся к очередному собранию любимого клуба. Можно и новым рецептом похвастаться, и позитивным настроением поделиться. Активным долголетием мы начали заниматься еще до того, как этого понятия вообще еще не было, его не придумали. Наш клуб существует уже 21 год. Приходят наши женщины-читательницы, пенсионерки. У нас, так сказать, возрастной ценз. Принимаем только пенсионерок. Ну, молодежь как-то нам не подходит, у нас уже свои интересы в этом возрасте. Заседание «Золотого возраста» проходит один раз в месяц, по субботам. Подбираются разнообразные темы для обсуждения, продумывается развлекательная программа и организуется чайный стол. Хорошие настроения, заряд бодрости, оптимизма после такого интересного общения точно гарантированы. Для наших жителей Расторгуева наша библиотека является единственным культурным учреждением вообще во всем Расторгуева. И это культурное учреждение уже на протяжении 98 лет у нас, наш Расторгуева просвещает, ну, учит и собирает вокруг себя людей и талантливых, и людей, желающих общаться, желающих творить. И, ну, конечно же, людей, желающих просто почитать и обогатить свое внутреннее «я». Представители старшего поколения – постоянные участники творческих встреч с художниками, поэтами и писателями, которые давно стали визитной карточкой Расторгуевской библиотеки. Такой метод работы – отличная возможность познакомить читателей с новыми направлениями в живописи и литературе. Прихожу и с друзьями, и с знакомыми, и с родственниками, и на выставки, и вот любые мероприятия, даже вот, пожалуйста, про «Шишки» там, и вот про Расторгуева – все очень довольны. Увлечь не только чтением, но и пригласить к диалогу могут только реально заинтересованные в работе специалисты. И верные друзья библиотеки это чувствуют. Жители с трепетом хранят культурное наследие сердцу милой страны. В летописи любимого дачного поселка не только важные даты, достопримечательности, но и истории отдельных семей, сделавших немало для развития Расторгуева. Ведущая библиотека Татьяна Назарова в Расторгуеве живет с 1985 года, но всей душой любит этот уютный дачный поселок и с удовольствием занимается краеведческой работой. Я историк по образованию, закончила университет, исторический факультет, работала долго в Горках, в музее Академии Педнаук. Там была старшим, в общем, сотрудник, в Ореховзывском краеведческом. Ну, просто эта тема мне близка. И когда я сюда приехала в Расторгуево работать, пошла в эту библиотеку, я узнала, что это старо-дачное место, и думаю, а почему бы... А, еще журнал такой выходил, библиотека, и там как раз я прочитала, что при многих библиотеках создаются вот такие небольшие краеведческие уголки. Я думаю, а почему бы и нам не взяться за это дело? Сейчас в библиотеке проходит выставка Расторгуева «Милая сердцу страна». На уникальных фотографиях читатели могут увидеть, какими раньше были станционная площадь, местный парк, Сухановский пруд и другие знакомые места. В 25-м году у нас Анна Савельева, балерина, открыла на своем частном доме, открыла частную библиотеку, которая со временем разрослась и переехала сначала на вокзальную улицу, где сейчас дом снесен был на втором этаже, там даже не было тепла, но были книги. Познавательная экскурсия, много интересных фактов, история знаменитых семей, возможность окунуться во времена, когда в поселке царили совершенно другие обычаи и нравы. А для полноты погружения существует музейный уголок с реальными предметами быта. Наш музей, он не только как музейные экспонаты, которые нельзя трогать. Мы их смотрим, трогаем, учимся и пытаемся продлить им жизнь. Библиотекари отмечают, что читателей стало гораздо больше. Это и понятно. Старшие поколения и молодежь привлекают разнообразные мероприятия и встречи с интересными людьми. Середина лета. Самое время заняться чем-то полезным. Выучить иностранный язык, постичь азы рисования или почитать об истории родного края. И тут снова в помощь библиотека. Сегодня я узнала много интересного. В следующей программе поделюсь еще чем-то полезным. С вами была Галина Житкова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok